Духовный семинарий Я знаю, что мой дедушка Ирий Андрей Федорович Нецветаев был священником, он был репрессирован. В 1937 году он был взят под аресты и 9 лет он провел в лагерях. Потом его после войны уже выпустили, здоровье он подорвал, строил так называемое комсомольское на Амуре. На самом деле комсомольцы, говорят, строили как раз-то политзаключенные, в том числе и мой покойный дедушка. И вот когда он взвратился, еще послужил немного и скончался. Так что скончался, еще мой отец учился в семинарии. Значит, вот так вот семья моя не застала его. Мой прадед Патриевстафий Гавриленко тоже был священником, он в Украине служил, в Полтавской области. Мой прапрадед Патрией Иоанновицкий тоже был священником. Ну а дальше вот уже вглубь я, к сожалению, не нашел никаких... Пока что? Пока, да. Вот сейчас я как раз занимаюсь этим вопросом еще. Но вообще, говоря, что нецветаевский род, это род священческий, который идет в глубину веков до 17 века. Ну вот этим вопросом как раз я... Ну только что мы уже с вами посчитали 6-7 поколений. И получается, вот и мой сядь священники, и мои племянники священники, и уже там ночьатые племянники подрастают, которые тоже хотят быть священниками. Батюшка, ну вот заговорили немножечко об истории, да, а что вот вам вспоминается больше всего, вот самые яркие впечатления о жизни в семье священника? Детский. Дело в том, что жизнь прошла в советское время, и в советское время было много насмешек по этому поводу. Вот и некоторые восхваляют, какое счастливое время было советское. Конечно, по-своему было счастливое время, было меньше того негатива, который сейчас есть. Но с другой стороны, вот с верующим, это было действительно трудное время, где было так вот, чтобы ходить спокойно в храм, можно было без всяких одергов, без насмешек. Допустим, я никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, и все знали, что я сын настоятеля собора, и что я верующий, что я хожу в храм. Вас называли поповским сыном? Да, как только мне и называли. Мракобесом? Да, да, по-всякому называли. И попик, и божок, и каких только не было, и таких надругательств, и что ты там молишься, вот молитвенник какой, монаха в сидишь в штанах, и тому подобное. Ну, сколько было, и армию я прошел тоже, где я не скрывал, потому что меня, можно сказать, в армию призвали в семинарии. Когда после первого класса семинарии я пошел вместе с двумя другими своими одноклассниками, и вот, в частности, один одноклассник мой, с которым я прошел армию, сейчас настоятелем Нового Юрсалинского монастыря в Истрии. Это во время службы он принял решение потом? Мы в семинарии, дело в том, что учились вместе, и нас вместе призвали в семинарии как раз после первого класса. Дело в том, что он тоже, отец Фея взял акт без укладников, он тоже происходил из большой семьи, только у них 12 человек детей у родителей. И когда я первый раз с ним познакомился, вот, в Одессе мы учились, мы поступили в Одессу, потому что там еще 18 лет не было, тогда было очень строго, что это контролируется властями, а в Одессе как-то было проще на Украине. Вот, единственное, получается, семинарие на Украине, это было в Одессе. И вот мы там, когда познакомились, я спросил, во сколько у тебя братьев и сестер? Он говорит, не скажу. Я говорю, почему не скажешь? Говорит, много. Я говорю, ну сколько, скажи уже. Говорит, 12. Я говорю, о, это мало. Говорит, у моих родителей 14 тогда было, потом еще два родились. Вот, и интересно, что наши отцы тоже вместе служили. Мой отец был псаломщиком у молодого настоятеля, отца Александра Безокладникова в Чормозе, когда тот учился в семинарии. И вот, получается, вот мы вместе в армии. В армии. Хотел сказать, что было тоже очень много насмешек, издевательств, каких-то так вот, ну, само по себе строительные войска. Тогда у нас очень много было уголовных элементов. Так что, если одна судимость, то в армию брали, две уже не брали. И вот после первой судимости, как куда, вот оружие не доверяли им, допустим, ну, пусть строят, доверяли, значит, лопату доверяли. Лопаток, рубанок, да, запоры. В армии вы носили крестик с собой как-то вообще? Конечно, конечно. А это запрещалось или? Ну, бывало так, что и ругались там, и офицеры. Я говорю, ну, я не сниму, и что вы сделаете со мной? Я говорю, нет, я это не сниму. И так что, я как-то поехал в отпуск, привез вот так вот крестик с собой, мне ребята заказали. И я, ребятам, да, стали носить. И у нас повально стали там и сорвать крестики, да, и офицеры, вот, одного, второго там. И ко мне подошел офицер, хотел сорвать. Я говорю, нет, убери руки там, я говорю, нет, не уберу ни за что. И вот только подбегает начальник штаба и говорит ему, оставь, оставь его, это особый солдат. И тот удивился, надо же, какой он особый. Потому что знали, что из семинарии. Ну, так вот, у меня крестик такой. Батюшка, вот так вот из истории в наше время, наверное, это вот ваш вот этот характер такой, не боитесь вы, да, даже здесь вот в Тунисе, служа в арабской стране, ведь тоже страшно носить крест на себе, ведь это правда страшно. Здесь все-таки мусульманская страна. Ну, конечно. Но вы носите. Ну, а как, если бояться, ну, если сказать, не страшно, я не могу сказать, что страшно носить крест. Крест я не боюсь носить. В том смысле, что это лишний раз взгляд. Может быть, это опасно, может быть, это не очень приятно, взгляды какие-то делают. Но я все равно ношу, я не стесняюсь своего креста. Ну, а потом, после армии, что было в вашей жизни? Ну, после армии я опять возвратился в семинарию, закончил ее, потом поступил в академию уже в Ленинградскую, сейчас уже Санкт-Петербургская называется. Вот, на третьем курсе, после третьего курса я вот женился, как раз и принял Сан-Дьяконский. Рукополагал меня епископ, только что еще молодой епископ Арсений, сейчас он митрополит Истринский. Вот, а потом уже через два года, в два года Дьяконом был, через два года, вот, будущий патриарх Кирилл, тогда уже он был митрополитом Смоленским, он рукоположил меня в священника. Ну, и вы здесь. И получается, вот, через год после рукоположения, еще года не прошло, это в 91-м году я рукоположился, а в 92-м году уже вот в июне я сюда приехал. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург